Продолжение следует... В противном случае может быть гражданская война. Мое мнение, что все-таки россияне вмешаются в этот конфликт и все. Сейчас идет такая политика, что стравливают людей. Вот и все. Америкосы, они делают свое дело. Я думаю, что война будет, переживаю, боюсь. И у меня тоже дети, как бы это, боюсь. Мама моя тоже боится, там все паники. Жилища бы в войне не было больше, не надо. Это я прошел, я знаю, что это такое. Она плохо кончается. Сейчас надо успокоиться. Правительство выбрали. Ну, посмотрим, что они сделают. Если, не дай бог, не так будет, тогда уже будет все. Страшно. Просто страшно. Особенно за наш Крым. Самое главное, не поднимать оружие. Ну, я думаю, все вот эти сепаратистские лозунги у якобы отделения Крыма Украины, они на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Местная власть высказалась, что она принимает ту власть, которая в Украине. Пройдут выборы. Все конституционным способом решится. Установится и будем жить дальше. Ничего страшного. Тираны свергли, слава богу. Я хочу, чтобы Крым к России перешел. Очень хочу. Я по этому поводу считаю, что этого все дела надо было прократить еще сразу на корню. Не давать этого всего беспредела, потому что за все, что там творится, платить придется опять-таки с наших налогов, с наших людей. Все поломали, все потрачили. За чей счет это все будет как бы восстанавливаться. Денег в стране и так нету. Если нам дадут кредиты, то опять-таки за этим всем пострадаем мы. Как мне кажется, что ничего хорошего в дальнейшем не будет. Хотелось бы, конечно, чтобы все наладилось и было совсем все по-другому. Мне бы хотелось, конечно, чтобы Крым стал частью России. Но я так думаю, что крымчане тоже, многие так об этом думают. Я просто думаю, чтобы нам всем здоровый глузд, панике, как говорится, не поддаваться. А та ситуация, которая на настоящий момент в Украине, ну, просто ее тихонько пережить и быть оптимистами в этой жизни. Я только за то, чтобы у нас было в городе все спокойно. Я думаю, что мы того достойны, чтобы мы жили лучше, чем жили до этого. Я считаю, что должно все уладиться, что все должно быть хорошо. Мы все люди, мы все украинцы. Мы должны понять друг друга. Новая верхушка придет, ну и которая не даст нам разъединиться. Все-таки все уладится, но это где-то через полгода будет. Я за целостность Украины. Ситуация печальная, очень обидно, в душе очень много наболело, наверное, не только у меня, у всех крымчан. Очень обидно за наших прадедов, которые воевали и, можно сказать, положили в свои жизни ради того, чтобы мы жили в мирное время. А получается, что это все было зря, и мы теперь просим милости у Европы, у Германии, а не надеемся на себя.